В марте этого года мы приняли решение об утверждении 11 приоритетных проектов. О них сейчас и пойдет речь. Всего существует 25 федеральных проектов. Мы определили 11 на основании анализа социально-экономического развития в Антиевке, на основании тех актуальных проблем, которые являются важными именно для нас, которые близки именно нам, которые очень-очень актуальны. Первое, наверное, наиболее объемное, наиболее объемный проект «Локомотив роста». Координатор данного проекта Морозов Андрей Владиславович. В состав рабочей группы входят Савенко Владимир Андреевич, Горелов Григорий Павлович, я, а также Суворов Сергей Петрович. Проект включает в себя работу по созданию условий для социально-экономического развития территории, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, эффективному управлению муниципальной собственностью и работе по вовлечению в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости. Что мы делали? Систематически производили и производили мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий промышленности нашего города. Составили реестр системы образующих предприятий. Прошла встреча заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций Демис Петровича Пуцаева с предпринимательским сообществом нашего города. Присутствовало порядка 50 предпринимателей, очень много вопросов было задано, и результатом этой встречи стало в том числе и включение наших предпринимателей, наших коммерсантов в единую информационную систему инвестиционных проектов, очень важную для Московской области и обещающую ее участникам значительную поддержку. За 10 месяцев создано 196 рабочих мест. При этом на территории города в настоящее время в стадии реализации, не завершенной пока еще, но в активной фазе, 15 инвестиционных проектов. Общий предполагаемый объем инвестиций составит 6,5 миллиардов рублей. Огромная сумма. Предполагается создать более полутора тысяч рабочих мест до 2021 года. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 10 месяцев составил 3,5 миллиарда рублей. Цифры огромные. Я еще раз объясню, что это за цифры. Для нас очень важно, мы считаем не только бюджет нашего города, тот бюджет, который формируем мы на своем местном уровне. Мы считаем не только те программы, в которых мы участвуем. И когда, в том случае, когда Московская область за счет консолидированного бюджета Московской области предоставляет нам значительные денежные средства. Так, например, строится наша школа на Богданово на 825 мест. Так проектируется реконструкция стадиона труд. Так проектируются еще две пристройки к седьмой школе и школа на студенческом на 1100 мест. Так вот, помимо этого, помимо консолидированного бюджета Московской области, мы, конечно, заинтересованы и в том, чтобы наши предприниматели вкладывали свои средства в свой собственный бизнес. Это нужно и для развития налоговой базы, и для развития рабочих мест, и для процветания бизнеса на территории нашего муниципального образования. Для этого, для того, чтобы в ручном управлении помогать бизнесу и сопровождать его, проведено не менее 30 встреч с бизнес-сообществом и не менее 9 обучающих семинаров. Следующий проект. Модернизация образования. Крайне актуальный, крайне важный для нас. Координатор проекта. Красноцветов Максим Валерьевич. В состав рабочей группы входит Савченко Алексей Александрович, Лобанова Галина Ивановна, Кучеренко Татьяна Ивановна. В чем суть этого проекта? Главной задачей является выполнение указа президента Российской Федерации по ликвидации в школах второй смены. Очень актуальная для нас задача. И для решения этой задачи, начиная с декабря прошлого года, мы занимались проектированием школы на Богданово. Сейчас уже получено разрешение на строительство, школа строится. Кроме этого, мы в настоящее время уже приступили и проектируем большую, можно даже сказать, огромную школу на 1100 мест на студенческом. Мы проектируем пристройку к седьмой школе. Все эти меры по строительству объектов образования, они позволят нам полностью справиться со второй сменой по завершению строительства этих объектов. Кроме этого, я обращаю внимание своей социальной службы. На территории нашего города находятся учреждения образования, такие как Политех, такие как Областной институт права. Они обладают достаточным количеством помещений, в которых возможно проведение образовательной деятельности. С руководителями этих учреждений у нас установились прекрасные отношения, они готовы к сотрудничеству и сами предлагают нам это сотрудничество. На 2018 год в нашей сфере образования я даю поручение продумать, каким образом мы можем целесообразно использовать те возможности, которые предоставляют нам эти образовательные учреждения. Обратите внимание на тот опыт, успешный, который мы совместно с юристами и совместно с Андреем Владиславовичем разработали для создания ста дополнительных мест в детских садах. Это садик «Зеленая роща». Пример государственно-частного партнерства, когда мы сумели договориться с собственником объекта, и когда в результате этой договоренности, реализуя проект доступности дошкольного образования, а это также указ и показатель, к которому мы стремимся, мы сумели дополнительно в старт детишкам предоставить места в замечательном, укомплектованном, приспособленном детском садике. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Следующий проект. Школа грамотного потребителя. Без преувеличения, один из наиболее чувствительных проектов, который касается абсолютно каждого. Координатор данного проекта Чинихин Дмитрий Юрьевич. В состав его рабочей группы входят Савенко Владимир Андреевич, Тархов Юрий Львович, Червяков Геннадий Вячеславович. Основные направления работы по данному проекту являются содействие жителям в реализации их жилищных прав, настраивание взаимоотношений с управляющими организациями. Мы знаем, что в городе они являются общественно сограниченной ответственностью и есть к ним нарекания. Создание бесконфликтной среды между соседями. Формирование советов многоквартирных домов. Благоустройство дворовых территорий. В ходе реализации данного партийного проекта мы поняли, что еще два партийных проекта – это городская среда и управдомы, очень связанные, они переплетаются, и фактически их невозможно разобрать по частям. Поэтому эти два проекта мы также решили утвердить в качестве приоритета. Предлагаем сегодня закрепить это в нашей конференции. В рамках реализации этих проектов мы провели комплексное благоустройство 12 дворов. Мы удалили и продолжаем удалять более 1500 деревьев сухостойных, которые угрожают жителям, которые портят облик города. Мы ведем работу с так называемыми ракушками. Удалили их уже более 500. И я отмечу, что есть понимание жителей по этому вопросу. Если раньше мы разъясняли, что это неправильно, что это несовременно, что это небезопасно, то сейчас, вот сегодня в том числе жители подходили к нам и показывают, вот, вот, еще ракушки-то остались. И обязательно мы берем это на карандаш и будем доводить эту работу до конца. Мы выполняли благоустройство сквера на Маяковского. Вы, наверное, помните, когда установили там площадку, одну из первых за этот сезон, там было такое количество ребятни, что жители жаловались, что происходит круглосуточное катание на качелях. И мы уговаривали жителей, что сейчас установим еще площадки, и уже распадет такой ажиотаж в малышне. Так и случилось. Сейчас этих площадок уже достаточно много, и дети находят время поиграть на них и покачаться. По программе губернатора. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. Нами получена новая техника для нужд благоустройства. Создана ассоциация многоквартирных домов. По обсуждению планов и программ капитального ремонта регулярно проводится форум управдом. Это также очень полезная площадка, где каждый житель может донести конкретно свою проблему, конкретно свою задачу. А мы с вами уже говорили много раз, что нет какой-то единой цели, если она не устраивает наших жителей. Мы работаем только для них. Поэтому их чаяние, их нужды – это и есть та самая обратная связь с населением, которую мы должны учитывать в первую очередь. В 2017 году. Дороги. Дороги – это, несомненно, прорывная тема этого года. В этом году мы отремонтировали рекордное количество дорог, рекордное количество квадратных метров этих дорог. Я напомню, что в феврале 2017 года губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев пригласил меня для постановки задач, стоящих перед городом, и для того, чтобы услышать те проблемы, которые мы хотим до него донести. Одной из этих проблем. Первой. Конечно, я назвала наши дороги. Состояние их вызывало нарекания наших жителей. Оно было ненормативным, но ненормативное состояние этих дорог стало уже систематическим. Поэтому по поручению губернатора, в этом году ремонт дорог прошел в две масштабнейшие волны. Потрачено более 33, 31, простите, миллиона рублей, а вот сделано 33 с лишним тысячи квадратных метров. Огромное количество дорог. 15, если их считать самих, большинство прошли сплошным профилем, сделали дороги в городе. Это здорово. Повторюсь, что сделали мы это в рамках партийных проектов. И это было поручение губернатора именно для того, чтобы мы работали и рванули на этом направлении. Пожалуйста, следующий проект. Доступная среда. Координатор этого проекта Алексей Александрович Савченко. В состав рабочей группы входят депутаты, члены партийной фракции в Совете депутатов Ливана Валертина Петровна, Фролова Галена Семеновна, Вечерка Валерий Иванович и член Общественной палаты Московской области Орлова Инна Александровна. Это особый приоритетный проект для всей Московской области. Особый, потому что он очень чувствителен, для определенной большой группы граждан. Наш губернатор поставил нам задачу. Нам, как и всей Московской области, была поставлена задача войти в пятерку ведущих регионов по уровню доступной среды. Что мы для этого сделали? Мы определили 14 человек, которые являются инвалидами на креслах, каталках, и 4 человека незречих. То есть мы исходили не от задачи, а от результата и от человека. Мы определили этих людей адресно, с фамилиями, с конкретными их проблемами. Для всех участников мы определили их приоритетные маршруты к тем местам, куда они ходят ежедневно или куда они не ходят, но им это очень нужно. Мы определили объекты социальной инфраструктуры, где есть конкретные места, которые требуют дополнительного обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп. Обследовали жилищные условия инвалидов-колясочников. Во всех образовательных, спортивных учреждениях и учреждениях культуры разработали хаспорта доступности, которые согласовали как с обществом инвалидов, так и с нашим Ивантиевским управлением социальной защиты населения. Впереди еще предстоит немало моментов, которые надо сделать и расширить пандусы, и создать условия для доступности. И всем этим мы будем заниматься в 2018 году. Как очень точно сказал один из инвалидов, что для здорового человека он не заметит ступеньку, а для человека на коляске эта ступенька является барьером, который не преодолели. За ним уже ничего нет. Поэтому мы очень внимательны к этому партийному проекту. Пожалуйста, следующий партийный проект. Историческая память. Координаторы этого проекта, я лично, а также Ольга Борисовна Крикман, Чинихин Дмитрий Юрьевич, Савченко Алексей Александрович, Суханова Елена Васильевна, Коржев Василий Иванович. Это очень важный проект, потому что с 29 марта 2016 года Министерство культуры Московской области включило наш городской объект усадьбу Баташова-Хвантеева в единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Теперь на территории нашего города находятся настоящие жемчужины. Находится объект культуры, объект культурного наследия, и правильно он называется рабочий поселок тонкосуконной фабрики лыжиных. Середина 18-го начала 20-го века архитектор Лев Николаевич Кепушев, Московская область, город Авантеевка, детский проезд, дома 1, 3, 13, 22, 24, 26, 26а, 28. За этим названием стоит наша с вами гордость. Этот квартал находится в центре города. Если мы посмотрим на него в комплексе, мы увидим, что он представляет из себя архитектурный ансамбль с нашей прекрасной церковью, с прекрасным зданием ДК, в котором мы с вами сейчас находимся. И все вместе, если мы сумеем сделать это красивым объектом, единым архитектурным ансамблем, это станет нашим гордостью, это станет нашим историческим центром. Поэтому это наш приоритет. Нам хочется, чтобы школьники знали, где они находятся, чтобы они видели за этим не просто дома, не просто дворец культуры, и не просто прекрасный старинный храм, а чтобы они видели за этим застывшую музыку и свою гордость. Что для этого мы сделали? Мы создали общественный совет при главе города по развитию территории объекта культурного наследия регионального значения. В этот совет я пригласила всех специалистов, которые знают и любят свою культуру, и знают свою историю. Мы собирались трижды, два раза мы выходили лично, и я могу сказать, что результатом этой работы стала книга, которая готовится к изданию Бориса Николаевича Решетникова о творчестве архитектора Кекушева. Не все знают, и даже когда мы гуляли по улице, когда приглашали школьников, я поняла, что не все знают, кто такой архитектор Кекушев, не все знают, какую роль для нашего города он сыграл, и не все знают, почему именно мы должны гордиться так называемым городком Кекушева. Специалистами разработан историко-краеведческий маршрут. Мы надеемся, что со временем этими экскурсиями заинтересуются, мы будем системно приглашать наших школьников, наше подрастающее поколение, и рассказывать им, почему это важно, почему это так значимо для нас. И мы также надеемся, что мы сможем включить этот объект и в том числе и в туристические направления нашего Подмосковья. Ведется работа по установке знаков в туристской навигации. Объект уже включен в областную программу, разработан проект информационной надписи, который утвержден и ведется работа с главным управлением культурного наследия. Кроме этого, уже сейчас мы провели, в этом году я имею в виду в сухой период, мы провели работы по благоустройству дворовых территорий. Мы демонтировали незаконно установленные ракушки, мы спиливали сухостой. Если вы зайдете в соседний квартал, вы увидите там изменения. Там лежит новый асфальт, там убраны те элементы, которые являлись травмоопасными. Кроме того, здесь присутствует наша молодая гвардия, и именно они помогали мне, участвовали в субботнике. Мы вместе выходили на эту территорию и вместе закрашивали, точнее, неправильно сказал, наоборот, не закрашивали, а с учетом того, что объект является культурным наследием и вмешательство в его целостность уже недопустимо. Мы совместно с молодой гвардией, совместно с импульсом, совместно с молодежью нашего города и нашими активистами, мы восстанавливали целостность стены, которая была изуродована вандалами. Делали мы это, конечно же, для того, чтобы была идеология, для того, чтобы в следующий раз лицо подумало о том, что рисовать на стене, которую очищали твои же сверстники, некрасиво и не в интересах своего же родного города. Кроме того, по моему поручению, Максим Валерьевич совместно с своими подразделениями ведет работы по созданию пешеходной улицы на данной территории. Мы надеемся, что в следующий юбилейный год для нашего города, восьмидесятилетие, на эту территорию будут направлены, на развитие этой территории как городского пространства, будут направлены значительные средства в Московской области. Такие предложения уже есть, и в субботу, вот в эту субботу мы уже встречаемся с управлением архитектуры в Московской области, с главной архитектурой. Для того, чтобы мы увидели реальный размер, реальные направления и предложения, которые у нас есть, и очень надеемся, что это позволит нам в год юбилейный для Ивантеевки начать формировать исторический центр города, тот его облик, который бы мы все с вами назвали прекрасным. Пожалуйста, следующий проект. Вторая наша жемчужина. Партийный проект парки малогородов. Уважаемые друзья, город имеет очень особенное территориальное положение. Далеко не каждый город в Московской области находится на двух реках. Далеко не каждый город в Московской области обладает самым большим, вторым по величине парком. 39 гектар. Это именно парк. Эта территория связана неразрывно с лесопитомником, который имеет историю его дендропарком, не Яблоково. Это делает положение города достаточно особенным. При том, что территория города компактна, это не район, это городской округ, он ограничен, и при всем при этом мы видим такие особенности. Нам нужно это ценить. Вторая наша особенность это парк. Для того, чтобы наш парк стал действительно жемчужиной, мы создали и ведем этот партийный проект. Координатор проекта Кридман Ольга Борисовна. В состав рабочей группы входят Красноцветов Максим Валерьевич, Савченко Алексей Александрович, Тарков Юрий Львович, Федорова Надежда Владимировна. В этом году мы вошли в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» под программу «Развитие парков, культуры и отдыха муниципальных образований Московской области». Мы получили 20 миллионов рублей. Это значительная сумма, но парк действительно огромный. В течение летнего периода мы выполнили работу по устройству дорожно-тропиночной сети, мы модернизировали освещение, мы продолжали, и сейчас продолжаем установку малых архитектурных форм, лавочки, урны и так далее. Кроме того, в настоящее время, благодаря участию Дмитрия Юрьевича Ченихина, мы реализуем программу «Светлый город», и мы ждем, когда эти работы будут завершены к концу декабря в нашем парке. Это создаст неповторимую архитектурную подсветку и придаст еще больший шаг нашему парку. В парке, мы с вами это знаем, появились люди в вечернее время. Это очень здорово. Мы там будем гулять, мы поставим там, точнее, совместно нарядим красивую елку, проведем много мероприятий, и в парке парк станет тем самым центром притяжения наших жителей, о чем говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, мы формируем концепцию развития парка. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на летний кинотеатр, и я надеюсь, что в следующем году с этой разработанной концепцией мы сможем принять участие в смотре-конкурсе парки Подмосковья. В том случае, если мы сможем принять это участие, в том случае, если мы сможем победить, это означает приличную денежную премию, которая также будет направлена на наш парк. Все вы видели, или если не видели, сходите, установлен новый современный игровой комплекс. Территория, повторюсь, огромная, и там действительно предстоит очень много сделать. С той же самой стороны, где установлен детский игровой комплекс, там еще много предстоит сделать и с точки зрения забора, и дороги, и асфальта, и поваренных деревьев. Отдельно про деревья. Конечно, не могу не остановиться на том урагане, который прошел через Московскую область, Ивантеевка, как вы знаете, и край Пушкинского района оказались в эпицентре этого урагана. Ущерб, нанесенный именно нам, огромный. Аномальность этого урагана, как сообщали, был такой последний раз сто лет назад, и действительно ущерб был очень большой. Наши средства массовой информации, я помню их трогательные посты, когда на следующий день после урагана и в течение последующего месяца, когда деревья продолжали падать от старости и ветхости, приходили и с болью наблюдали за нашим парком. Но в рамках нашего проекта «Парки малогородов» мы пригласили наших предпринимателей, мы пригласили наше бизнес-сообщество, наше муниципальное предприятие и попросили их помочь. Потому что своими силами убрать порядка 600 деревьев, но цифра там на самом деле неприятная, не буду ее вслух озвучивать, состоит, ладно уж скажу, из трех шестерок. Эта цифра пошла в отчеты, потому что их столько было нападало. Представляете, огромное количество деревьев. И в течение всего периода с мая и по настоящее время мы продолжаем убирать последствия урагана. Ущерб, повторюсь, был огромный. Вы видите, что наш лесопитомник пострадал и пострадала территория Дендерпарк, к сожалению, которая является частью лесопитомника. Ничего страшного нет. Самое главное, что есть понимание, что мы едины, что можно пригласить на помощь, и помощь появится, и вместе можно сделать невероятный объем работы. Поэтому вы увидите, что данный проект будет совершенствоваться на следующий год и еще в последующие четыре года. С учетом того, что территория будет развиваться, я думаю, что отдельными участками, потому что все сразу охватить невозможно, будем совместно разрабатывать концепцию. В обязательном порядке будем эту концепцию обсуждать с нашими жителями, будем обсуждать ее с вами, уважаемые члены партии, и будем делать только то, что понравится нашим жителям. Пожалуйста, следующий проект. Экология России. Очень важный проект, очень актуальный для 2017 года, потому что он объявлен годом экологии в Российской Федерации, но он не потеряет свою актуальность и последующие годы, потому что экология напрямую влияет на качество нашей жизни. Координатор проекта Красноцветок Максим Валерьевич. В состав рабочей группы входят Чинихин Дмитрий Юрьевич, Червяков Геннадий Вячеславович, Кузнецов Юрий Александрович. Целью данного проекта является создание здоровой экологической обстановки на территории города и повышение экологической безопасности населения. В течение года в рамках этого партийного проекта состоялись многочисленные мероприятия, в которых принимали участие и наши общественники, и наши молодежь, и сфера нашего образования, общественные организации, депутаты, депутаты Московской областной думы, общественная палата. Так, например, в нашем общегородском субботнике приняло участие, вдумайтесь, 13 тысяч человек. Это те люди, которые выходили в свои дворы, которые приходили с желанием искать не помочь, сделать свой двор красивым. Это активисты и те, кого они вовлекли в работу на благо своего общего двора, своей общей территории. В нашей акции «Лес Победы» приняло участие более 4 тысяч евандеевцев. Мы высадили около полутора тысяч деревьев, высаживали их здесь, на территории нашего ГДЦ, высаживали их в парке, и, конечно, в огромном количестве их высаживали во дворах. Много, много саженцев, которые сажали, и которые обязательно приживутся. Более того, в следующем году мы продолжим это, потому что это очень важно. Мы проводили Всемирный день без автомобилей, мы проводили флешмобы на велосипеде, в нашей центральной городской библиотеке имени Горбунова прошло целый ряд мероприятий, в том числе молодежный экологический форум «Зеленая Ивантеевка». Мы организовывали вот совсем недавно стол, круглый стол «Актуальные вопросы экологии». В рамках этого стола мы заслушали променение очень профессиональной экспертной оценки членов экологической комиссии общественной палаты, руководителей общественных экологических организаций. В рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды города Ивантеевки» на 2017-2021 год были выполнены мероприятия по мониторингу окружающей среды, отобраны пробы поверхностных вод и воздуха в 12 контрольных точках. Все эти результаты мы рассмотрели на нашем круглом столе. Эта информация является открытой и мы ее донесли до широкого круга наших жителей. Наш город является одним из пилотных проектов по раздельному сбору мусора. Вы знаете, что эта проблема является актуальной для Московской области, она становится все более актуальной с учетом того, что необходимо принимать новые инновационные и разумные решения по сбору мусора. Так вот, Ивантеевка является пилотным проектом. Мы на сегодняшний день разместили 54 площадки для раздельного сбора мусора. Это вопрос идеологии. Без нашей с вами поддержки, без нашего с вами разъяснения эта работа не будет столь успешной, не будет столь быстрой. Наша задача разъяснить, почему это важно, почему раздельный сбор мусора увеличивает эффективность его переработки, почему раздельный сбор мусора снижает количество вредных веществ, которые образуются в итоге. Почему это важно, почему батарейки это вредные и так далее. Эти все моменты невозможны без совместного решения. В проведении всех мероприятий мы получали поддержку и методическую помощь от Московской областной думы и, конечно, от нашего депутата, председателя комитета по экологии и природопользованию Полякова Аллы Викторовны. Пожалуйста, следующий проект – детский спорт. Невозможно и не имеет смысла говорить о важности детского и юношеского спорта. И наш партийный проект связан прежде всего с задачами по формированию концепции реконструкции стадиона Трод. К большому сожалению, эта работа, ну, даже не к сожалению, а в любом случае, работа требует проектирования, работа требует учета интересов всех спортсменов, секций, направлений и так далее. Мы долго обсуждали и лично вот даже не ожидала от себя, что готова пройти многокилометровую лыжню в летний период с комарами, но мы это сделали. Мы прошли с лыжниками лыжную трассу, мы посмотрели, где должна быть их лыжная база, мы обсудили с боксерами, где должен быть их зал, мы обсудили, где будет зал единоборств, мы пытались найти консенсус, со всеми. Сейчас он найден, сейчас осуществляется проектирование и в следующем году мы приступаем к реконструкции стадиона труд. Мы очень надеемся, что это будет востребовано, что стадион будет полностью, на 100% заполнен нашими детьми, нашими молодежью, нашими жителями города, для которых это все и делается. Я очень оценила, что когда мы поставили воркаут в парке, мне написал житель нашего города. он написал письмо, что воркаут это очень здорово, но у него есть пожелание, он каждое утро приходит заниматься на этот воркаут и ему неудобно, потому что он от дождя иногда мокрый, поэтому он очень просит для того, чтобы остальные приходили ежедневно, просят сделать навес. По-моему, это прекрасное пожелание, это и есть та самая обратная связь с населением, ради которой мы работаем. Поэтому реконструкция стадиона труд это одно из важнейших направлений нашего партийного проекта. И в рамках развития спорта в 2017 году я не могу не отметить замечательную работу по привлечению и по развитию ГТО в нашем городе. Когда неравнодушный человек занимается тем, что ему нравится и тем, что он считает значимым, это дает позитивный результат и приносит пользу абсолютно всем. Поэтому в настоящее время, в 2017 году нормы ГТО выполнили более 760 жителей нашего города в возрасте до 18 лет. Центр работает у нас с 2015 года всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к трудовой обороне. Это тот самый момент одновременно и идеологии, и пропаганды здорового образа жизни, и партийный проект, который направлен на позитивные изменения к лучшему, на вовлечение нашей молодежи в спорт. Пожалуйста, следующий проект. Партийный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Савченко Алексей Александрович. В состав рабочей группы входят Ливанова Левтина Петровна, Фролова Гарина Семеновна, Вечерка Валерий Иванович и Кучеренко Татьяна Ивановна. Здоровое будущее. Этот партийный проект, координатором которого является Красноцветов Максим Валерьевич и Савченко Алексей Александрович. В состав мы включили Ливанову Левтину Петровну, Фролову Галину Семеновну и Лобанову Галину Ивановну. Мы знаем, что сфера здравоохранения важна абсолютно для всех. Вы прекрасно знаете, что в нашем городе чуть более месяца назад, а нет, месяца нету, приступил к своим обязанностям наш главный врач. Он молодой, он амбициозный, он очень профессионал очень высокого уровня, и я очень надеюсь, что он сумеет отстроить систему здравоохранения. К большому сожалению, тот аудит, который мы сейчас проводим в больнице, показал, что с 2013 года имеется задолженность по уплате налогов от 13 миллионов в 2013 году, потом она росла все выше, выше, сейчас задолженность порядка 190 миллионов. С одной стороны, это, как нам кажется, большая сумма, но зная положение в Московской области, сравнивая с другими городами, я знаю, что эта задолженность является контролируемой. Есть больницы, где задолженность больше, с не превышающим населением, поэтому здесь самое главное, на что мы рассчитываем, на что рассчитываю я, это на взаимодействие с правительством. Есть понимание с Министерством здравоохранения Московской области. Уже на этот год были выделены 43 миллиона рублей. Это средства исключительно на ремонт, на капитальный ремонт. Мы начали с хирургического корпуса. Самый большой корпус больницы, самый востребованный, требуется замена и инженерных коммуникаций, и лифтов, и, в общем-то, всего, и окон, и вентиляция, инженерка, абсолютно все. 43 миллиона – это только начало, это только на этот год, которые будут освоены. В следующем году еще будут выделены значительные средства. В зависимости от того объема работ, который дополнительно потребуется при наличии скрытых работ и так далее, эти средства будут выделены из бюджета Московской области. Таким образом, к концу 2018 года мы получим отремонтированный, новый, модернизированный хирургический корпус. Совсем недавно, а точнее, на прошлой неделе, совместно с главным врачом мы провели целую серию совещаний с запретом правительства с Ольгой Сергеевной Забравовой. Ее позиция однозначно. Ремонт хирургического корпуса, а также других двух объектов, которые происходят сейчас в нашей больнице, должен быть, так сказать, полный. А это означает, что по итогам ремонта будет принято решение и о модернизации оборудования, и, разумеется, обреобретение новой мебели. Таким образом, настойчивость нашего главного врача, моя инициативность, позволит нам, я очень на это надеюсь, настойчивость Алексея Александровича, позволит к концу 2018 года завершить и сделать наш хирургический корпус, тем самым достойным объектом, где будет оказываться высококвалифицированная помощь. Кроме того, ремонт ведется в детской больнице, будет вестись и в детской поликлинике. Также об этих объектах мы говорили с Ольгой Сергеевной, что там требуется и модернизация оборудования, и, разумеется, новое оборудование в виде мебели. Кроме того, нам необходимы кадры. Медицинские кадры, я имею в виду. Врачи должны приходить и должны желать работать в авантиневке. Для этого со своей стороны как органы местного самоуправления мы делаем немало. Совместно с Андреем Славовичем Морозовым, его подразделениями, мы разрабатываем меры социальной поддержки. Мы разрабатываем положения, которые позволят компенсировать медицинским работникам, сделать возможными, точнее, для них аренду помещений, чтобы они жили здесь, чтобы они приезжали сюда из других регионов, чтобы они приезжали сюда из других городов Московской области, либо при отсутствии жилья в Авантиневке могли его приобрести, получить, арендовать здесь. Это для нас очень важно, это наш приоритет. Мы будем над этим работать. Помня поручение Галины Ивановны Лобановой о том, что также необходимо проработать и меры социальной поддержки наших педагогических работников, то же самое. Мы работаем и над этим. Закончим с медицинскими работниками. Будем заниматься и этим важнейшим вопросом. Уважаемые коллеги, главный потенциал Единой России это доверие граждан и наших жителей. Оно обеспечено большим трудом каждого из нас, умением слушать, умением понимать, способностью убеждать и разъяснять задачи. В этой работе существенная роль относится к нашим общественным и партийным приемникам. Я как глава города, как секретарь местного отделения, я считаю, что это очень важно. Как я уже говорила, это та самая обратная связь. Это то, ради чего мы работаем. Единственное, для чего мы работаем, чтобы жители видели позитивные перемены конкретно в своей жизни. Не где-то там, не где-то в целом, не в концепциях, не в проектах, а лично в своей жизни. Чтобы, выглядывая из окна, просыпаясь утром, человек думал, что что-то поменялось и это здорово. В 2017 году мы приняли 820 жителей. В основном, конечно, по личным вопросам. В том числе приходили коллективные группы граждан по многим вопросам. Как по вопросам долевого строительства, так и по вопросам благоустройства своей дворовой территории. Но я считаю, что очень важна именно открытость. Поэтому я, мои заместители, члены фракции «Единой России» в Совете депутатов, наша общественная палата ведут свои приемы, ну, если не ежедневно, то выходят действительно практически ежедневно. Мы открыты, мы ждем обратную реакцию. И когда она поступает, обратная связь с населением, это и есть результат нашей с вами работы. Совсем недавно мы провели тематический прием граждан. В этом самом зале в КДЦ мы проводили прием по вопросам здравоохранения. Это оказалось очень востребовано, потому что жители могли и померить давление, и сделать какие-то экспресс-анализы, и получить первичную консультацию, и в том числе понять, к какому специалисту необходимо обратиться. Пришло очень много людей, и за 9 часов мы сумели рассмотреть, конечно, не только вопросы здравоохранения, но и вопросы жилья, все, что всегда волнует наших жителей. В этой работе мы понимаем все вновь возрастающую важность такой сферы социального общения, как социальные сети. Раньше такого не было. Никто раньше, даже несколько лет назад, никто не регистрировал обращение граждан, если оно не написано на бумажке. Теперь мы это делаем. Теперь мы регистрируем обращение граждан, которые поступают в так называемый директ нашей сети. И я хочу сказать и обратить ваше внимание, что это новая сила. С этим надо считаться. Мы живем в век информационного нового пространства, в век, возможно, цифровой экономики, которая скоро будет у нас. Это надо признавать. Это наша новая сила, наше средство массовой информации, наш способ влияния на общественное мнение. Недооценить его было бы большой ошибкой. И мы работаем в том числе и в рамках партийных проектов. Мы разъясняем о своей работе. И я призываю тех наших сторонников и членов партии, которые работают в социальной сфере, которые работают в сфере ЖКХ, переосмыслить это. Теперь мы должны информацию о нашей с вами деятельности докладывать не ежемесячно, не ежегодно, не на бумаге, не в виде отчетов, а вот так, ежедневно в социальных сетях, информируя о том, что конкретно данный чиновник сделал для решения конкретной проблемы. Потому что мы работаем не на процесс, а мы работаем на результат. Я хочу заверить присутствующих, что мы и дальше будем работать со всеми, кто к нам обращается, и стараться помочь каждому. Вне зависимости от того, принадлежит человек какой-то партии или не принадлежит, и вне зависимости от того, за кого он голосовал. Наша партийная приемная станет тем местом, где каждый из обратившихся жителей поймет, что Единая Россия это партия дела.